Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Еще больше удивительных традиций Совершенно новая страница моей жизни Какая романтика Еще больше настоящего русского драйва Еще больше бутылок от Орла и Решки Целых пять бутылок В нашей передаче теперь так Наши Маши в необъятной России Орел, Решка Всем привет, это Орел и Решка И две Маши, которые путешествуют по Раше Вау, английские? Little bit И сегодня, друзья, мы в Калининграде В городе философов Янтаря и Балтийского моря И в том самом городе, где я, Мария Уже была без золотой карты Поэтому сегодня Вот как хочешь Ворожи, не ворожи Ты с рюкзачком Маш, это все очень мне неинтересно Потому что все порешает Монетка Орел Решка Нет, давай ты Скибилищи О боже мой, этот неприятный звук богатой женщины Ну что ж ты не берешь за свое Я не очень-то и расстроилась Удачи тебе, Машка Пригодится, Машусь Пригодится Самый западный курорт России Чудо-уголок планеты И между прочим Чем-то напоминает Амстердам Здесь по-европейски вкусно Соус мы приготовили из костей Боже, а это очень вкусно По-прибалтийски красиво Вау Стоит лишь только идти на шум моря И по-русски весело Сверхи! Сверхи! Край здорового духа, традиций и душевных людей Режиссеры, вы где ходите? В прошлый раз Машка Миногарова добиралась на автобусе А я вам покажу, как можно быстрее и комфортнее добраться до города Ну что, старый проверенный автостоп Я хорошая, я анекдоты рассказываю Что делают богачки, когда приезжают в город Правильно, красиво покидают аэропорт Чтоб вы понимали, эта машина настоящая легенда Ханамак Штурм Редчайший автомобиль 30-х годов прошлого века Кузов изготовлен дизайнерской фирмой Амбибан Одной из самых престижных во времена Третьего Рейха В 44-м это авто стало военным трофеем советских солдат в Кёницберге И после смены многих хозяев Только спустя 80 лет вернулась в Калининград Другую такую машину? Просто больше нигде не найти Ой, дверики маленькие А места много Тормози, тормози, красавица Ого Здравствуйте А подвезите меня, пожалуйста, до города У меня только денег нет Хорошо Правда? Да? Ничего себе А что это за машина такая? Да 69 Очень старая 53-го года Не только Миногаровой кататься на раритетных тачках Тем более моя обошлась мне совершенно бесплатно Маша, раритет раритету рознь Я мчусь навстречу калининградским приключениям С абсолютным комфортом Как ни странно, это одно из самых удобных сидений в моей жизни Чувствую себя как, я не знаю, как на облачке Смотрите, сам город Калининград Я в прошлый раз прекрасно изучила с рюкзачком И теперь хочется понять Что делать ну очень богатому человеку Вот за его пределами И поеду я сразу В самый топовый курорт области Везите меня в Янтарный Поселок Янтарный расположен в часе езды от Калининграда На берегу Балтийского моря Именно там находится уникальный пляж Который уже несколько лет получает престижный экологический знак Голубой флаг То есть вода здесь чистейшая Но сейчас уже прохладно И я сюда приехала не за пляжным отдыхом Опа! Спасибо вам за позитив! Пожалуйста! За ваше классное настроение Побольше бы таких людей Пока! Спасибо! До свидания! Калининград, бывший Кёнинсберг Центр самой маленькой в России области Но ежегодно сюда приезжают до полутора миллионов туристов Город с прусскими традициями, немецким наследием и русской душой Я решила пройтись по городу пешком И дошла до эстакадного моста Открыли его еще в советское время И с виду мост как мост А вид какой отсюда Это всеми любимая рыбная деревня Туда отправляются те, кто хочет ощутить атмосферу довоенного Кёнинсберга Всю набережную восстановили по старым эскизам Теперь здесь и красиво, и чувствуется дыхание истории и традиции Европы С моста виден кафедральный собор Символ Калининграда Но все самое интересное находится под мостом Туристы про это не знают А я знаю Еще несколько лет назад Пространство под мостом в 5000 квадратных метров превратилось в одно из самых продвинутых мест города Спортивные площадки для игры в уличный баскетбол Флорбол, футбол, места для занятий воркаутом, йогой и кроссфитом Короче, спорт в массы Ребята, это, конечно, очень круто Так использовать правильно городскую территорию Тут все и взрослые, и дети Все такие спортивные Супер Просто гордость города А можно меня так снять, что я типа такая веду-веду Такая шоу Шоу Так фу И слоу мой, типа, я туда попала Можешь? Итак, я в янтарном Славится он, в первую очередь, добычей солнечного камня Именно здесь сосредоточено 90% мировых запасов янтаря А возле самого большого в мире карьера по его добыче Возвели самую большую в мире янтарную пирамиду В ней целых 800 килограмм янтаря Трехметровое сооружение раз в 60 меньше своего египетского прототипа Но выполнено по всем правилам золотого сечения Пирамида, естественно, волшебная Если встать четко посередине, можно загадать желание Внимание, чтобы желание исполнилось, руки и ноги не должны быть скрещены Вот так никакой сбычи мечт Вот так полная пруха Вышло солнце, и пирамида начала, ну, прямо гореть Неспроста же янтарь называют солнечный камень Вот на солнце он и работает Можем покидать пирамиду Рядом туристы пробуют найти янтарь в мини-карьере-песочнице Но мне вариант для смертных не подходит Без золотой картой, естественно, я могу себе, ну, купить, ну, там, янтарную брошь легко, да, наперсток сова янтарная в любых количествах Но все вы знаете, что я не ищу легких путей Я хочу попробовать добыть янтарь прямо со дна затопленного карьера И еще одно маст-си в Калининграде Парк Юность Любимейшее место отдыха горожан на протяжении 70 лет Главное его достояние – это громадное колесо обозрения Иду кататься Давайте мне взрослый билет за 200 рублей И передайте женщине с золотой картой, что я поеду в вип-кабинке Опа, а еду-то я одна Тут поповезло, я счастливчик, я счастливчик Пускай Минагара знает, что я еду одна в собственной кабинке Итак, что такое вип по-калининградски? Деревянные панели, пластиковые двери, кондиционер Тут предполагался холодильник, но его нет В общем, к випу есть вопрос Но, если вспомнить, что это стоило 200 рублей Мне кажется, вопросы отпадают Тем более главное тут бомбический вид На Калининград Отсюда видно верхнее озеро и его набережную Старые домики в районе улицы Тельмана И северная окраина с новостройками Оп! Мы на самом верху Вон там пристань, даже лодочки какие-то Чувствую себя как в детстве Пока Мария возносится до небес, я планирую опуститься на самое дно На дно карьера Вольтер На этом месте добывали янтарь на протяжении пяти десятков лет Но в семидесятых запасы исчерпались и его затопили А сегодня местные дайверы предлагают отправиться на поиски сокровищ Здравствуйте! Здравствуйте! Он-то и поможет мне добыть настоящий янтарь Перед погружением нужно преобразиться А вот акулы в карьере есть? Знаменитые карьерные акулы? Если надо, мы найдем и акулы, и русалок, и ихтиандров Ну русалку, допустим, вы уже нашли Ну что ж, ведите меня в море Пара вводных инструкций И я готова покорять глубины Это мой первый опыт погружения И хотя рядом профессионал, страшно неимоверно Ну что же, проверим, насколько я Ариэль Первый этап – учимся дышать под водой Офигительно! Я реально русалка! Ты дышишь под водой? Я все вижу и дышу под водой Ну все Мы пошли искать новые места Глубина карьера достигает 30 метров После затопления водоем начали называть янтарным Но чтобы найти на дне янтарь сегодня Нужно быть счастливчиком Ведь я за 50 лет явно здесь не первая Хотя вода здесь чистейшая Видимость до 15 метров На дне я нашла пиратский корабль Жалко без золота И даже мотоцикл И какое-то чучело акулы Откуда они здесь? Загадка человечества А вот камней драгоценных не наблюдаю Похоже, сегодня не мой день Хотя, подождите Вот не зря в пирамиде желание загадывала Мое сокровище А мой инструктор нашел еще камушек Поменьше Пловем обратно Миссия выполнена Друзья, это команда русского экстрима И мы добыли янтарь Прямо со дна Это просто, черт побери Офигенно Хотела бы я поделиться с вами янтарями Но, к сожалению, большой кусок достается мне Ты же его нашла А вот этот маленький Как бы демонстрирующий Социальное и классовое неравенство Это для маршрули Ну а для вас, дорогие зрители У меня тоже есть подарок Скоро вы найдете эти 100 долларов И я даже знаю, как вы их потратите Купите на них янтарь Ищите бутылку недалеко от озера Янтарное Под вот такой мозаикой А геолокация на экране Облегчит вам поиски Удачи Я тоже решила изучить местные водные развлечения Еще одна фишка Калининграда Необычные катамараны На самом красивом поеду Потому что самый дорогой Спасибо Ну что С ветерком? Все, я погребла Раньше это озеро имело жесткое немецкое название Обертайх А сейчас просто и понятно Верхний пруд Или Верхнее озеро Калининград, конечно, это город архитектурного контраста Здесь мы, к примеру, видим старую крепость Там сейчас музей янтаря А рядышком современные новостройки Засмотрелась я на город и чуть не врезалась в причал Тут же тяжело Думала сейчас кайфанул спокойно На катамаранчике покатаешь Ух, конечно Фигушки, фигушки Ребят, я попала в жуткий замес Тут реально происходит соревнование И что-то, по-моему, я где-то не там катаюсь Ух, они несутся на меня Друзья, за кого болеем Красный, синий Давайте быстрее Поднажми, давай Если бы моя дочка знала, как я здесь развлекаюсь Ух, ух Кажется, она бы никогда не просила. Активная жизнь богачей немного высасывает энергию, скажу я вам. И еще полдня не прошло, а я уже жутко проголодалась. Искать ресторан под боком, вот где-то вокруг, это так не по-золотокартовски. Поэтому я прямо сейчас отправляюсь в еще один курортный городок в Калининградской области, в Светлокорск. Именно здесь находится ресторан локальной балтийской кухни. А повар, говорят, просто повелитель куршских блюд. Проверим. Здравствуйте. О, здравствуйте. Маша. Рустам. Очень приятно, Рустам. Рустам Тангиров, фуд-дизайнер, один из самых востребованных шеф-поваров России, обладатель многочисленных кулинарных наград, а еще специалист по дикой кухне. Может из любого блюда сделать шедевр, даже в условиях дикой природы. Сегодня мы приготовим очень интересное, аутентичное одно блюдо, но это будет сюрприз. Это блюдо готовили еще, наверное, может быть, 200-300 лет назад. Рыбаки на Курской косе. Обожаю аутентичные сюрпризы. А я решила не ждать сюрпризов и покормить себя сама. Я выбрала заведение с самым немецким названием. Кайзербурст. Да, здесь фантастиш. Вот он, правильный немецкий ресторан. Аутентичная атмосфера, деревянная мебель, стены, расписанные сюжетными сценами из жизни кёнигсберцев. И меню, которое состоит целиком и полностью из блюд немецкой кухни. Доступные цены не могут не радовать. Возьму себе баварские колбаски, скаген, балтийскую скумбрию. Ну и как же отказаться от кружечки пива в немецком заведении? Естественно, безалкогольного. Скромный обед бюджетного туриста со ста долларами. И маленький-маленький, заметьте, маленький стаканчик пива. Для меня одной. Калининградские богачи же отдают предпочтение эксклюзивности. Для того, чтобы вкусить полностью атмосферу кружской кухни, мы с шефом отправляемся к Балтийскому морю. Потрясающе. Песочек теплый. Море спокойное. Вот здесь обычно песка сюда подходит, ловится. Отличный, супер. Я в шоке. Вот, пожалуйста, Россия. У меня нет слов, потому что насколько красиво вокруг, насколько прекрасен мой столик сегодняшний. Присаживайтесь. Благодарю. А пока шеф будет подготавливать утварь для приготовления главного блюда, предложил мне закуску. Севиче с судаком. Балтийским, между прочим. Масло сделано из луговых трав и водорослей. Судак, лук, кукуруза и специи. Благодарю. А тут вот сейчас я первый раз, как маленькая леди, немножко конфьюст, потому что как бы я же знаю, что нужно брать приборы с краю и есть, а с краю ложка. Ладно, возьму наугад. Главное ведь еда. Нежнейшая рыба, нежнейший судак. Сладковатый привкус от соуса. Боже. Мои аплодисменты шефу. Приятного мне аппетита. Таких вкусных сосисок я еще не ела. Хорошо, что заказала только полпорции. У меня же еще скомбрия балтийская. Какой-то знакомый вкус. Вкус детства. Может быть, я была в детстве в Калининграде? Ой, ну все, я поела, подобрела. И это песня Машка Минагарова для тебя. Спасибо, Машуля, что помнишь. А я помню про обещание шефа удивить меня. Я предлагаю приготовить вместе основное блюдо. Сегодня у нас будет ворона. Шучу, голубь. Ты знаешь, мне не получилось добыть. Вторая шутка тоже шутка. Ох, ну похоже, шеф уже не шутит. Ну это знаменитое блюдо рыбаков Курской косы. Около 300 лет назад еще стали добывать ворон. Они их употребляли в пищу. Но на самом деле есть ворон опасно. Мягко скажем, нечистоплотные птицы. Поэтому шеф адаптировал старинный рецепт. Это реально голубь? Посмотри, какой красивый пижон. Пижон по-французски голубь. Так, у нас, смотри, пожалуйста. Я боюсь, есть пижин. Соус мы приготовили из костей голубя. Затем локальные яблоки. Посмотри, они даже взрываются. Уже прям пюре получается. Естественным образом. У полевой кухни есть свои неожиданности. Ого, дождь начинается. Дождь в процессе, Антон, дай зонт. Ой, да что за человек такой. Спасибо. Шеф, я спасу нас. В глазу нашего голубя роскошно выглядит. Соус, он дымится, он бурлит. Голубь уже стал очень загорелым. Таким подшкварцем. Это что, гром, я не понимаю? Да. Неясного неба? Еще и Зевстр созлился. Это был какой-то ритуальный голод. Мы только что вызвали дождь. Я заплачу. Просто остановите дождь. У меня золотая карта. Мы все решим, все вопросики. Что говорите? Конец? Правду говорят, что балтийская погода одна из самых непредсказуемых. Но ничто не помешает мне сделать кусь этому голубю. Ощущения странные. У мяса очень необычный вкус. То есть ты его не отнесешь ни к курице, ни к утке. Нежная, пряная. С такими интересными нотами, незнакомыми доселе. Ну вот я ем, да, и у меня перед глазами голубь стоит и смотрит на меня. Говорит, что же ты делаешь, подруга? И так я под шум волны съела всего голубя. Прости, господи. Шеф, мое признание. Ну а мне пора отправляться дальше. Макс, а пойдем зайдем в очень прикольный магазинчик. А? Ну пожалуйста. Фикс прайс даже для таких экономных, как я, можно что-нибудь полезненькое прикупить. Пойдем. Так, Макс, смотри. Тут все самое нужно. Вот, может нужны тебе носки, к примеру. Фонарик, чтобы меня ночью снимать. А мне срочно нужен дождевик, потому что погода в Калининграде переменчивая. Тем более цена идеальная. Особенно для такого бюджетного туриста, как я. И это я тоже возьму. Зря ты, Макс, ничего не взял. В других магазинах, вероятно, будет дороже. Здравствуйте. Здравствуйте. Стоимость вашей покупки 88,50 копейка. Ну все, я довольна, идем дальше. Спрашиваете, что я делаю рядом с этим красивым дуплом? Ну, конечно же, пытаюсь обогатить вас на прекрасных 100 долларов за полком. 15 сантиметров, и вы очень богатый человечек. Когда найдете 100 долларов, спрятанной Машей, не спешите тратить все на чудные блюда. У бюджетного туриста есть другой способ получить незабываемые эмоции. Вот прям бывает такое настроение, что хочется погонять. Сейчас сами все увидите. Куда я приехала, вы даже себе не представляете. В Калининградской области очень популярны движения байкеров и мотоциклистов. Но так как опыта в езде на мотоциклах у меня нет, я приехала в школу безопасного вождения мотоцикла. Здесь есть спецспорт для девушек. А еще меня ждет профессиональный дрифт и самое экстремальное вождение в моей жизни. Немножко себя уже ощущаю вратарем хоккейным. Сляпу придется снять. Как же так? Ну ничего, давай. Я была готова. Мы работаем плавно, спокойно. Плавно, ровно, спокойно. Механика. Короче, я вот по максимуму не умею, ребят. Ничего не сделаешь ради любимой программы. Да и парни красивые смотрят. Это не так страшно, как казалось. Эй, у меня получилось! Ребята, я даже не затмохну ни разу! Класс! У меня есть идея, как это все закрепить. Очень круто. Так, давай. Я тебя прокачу. Я готова. Ветер в лицо, адреналин в кровь. Ничего не страшно. Я посвящена. Я посвящена. Я смогла. Я смогла. Пока Маша получала новый опыт, я преодолела 70 километров в сторону литовской границы, чтобы собственными глазами увидеть сокровище русской Балтики. Куршская коса. Место уединенного отдыха. Безлюдных пляжей. Белого песочка. С пейзажами, как на открытках. А вы говорите Мальдивы, а вы говорите Маврикии. Вот чудо-уголок планеты. И, между прочим, в нашей с вами стране. Куршская коса включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место исключительного взаимодействия человека и природы. Ее длина почти 100 километров. Место магическое. Пожалуй, в этих краях и подыщу жилье. А по пути оставлю вам еще одну бутылку от Орла и Решки. В трех километрах от высоты Эфа, среди листвы и кустов рябины, в небольшой норе и ждут вас 100 долларов. А меня ждет самое необычное в моей жизни жилье. Прямо на Куршской косе. И вот мы на природе. Друзья, сейчас будет официальнейшее заявление. Я, Маша Миногарова, законный обладатель золотой карты, не поеду жить в какой-то там отель. Я переезжаю в палатку. Вы скажете, Маша, ты что, сошла с ума? А я скажу, стоп. Вы же не видели эту палатку. Вот когда мы слышим палатка, да, что мы себе представляем? Треугольничек, внутри два спальника. А тут прям целая квартирка. Друзья, у меня для вас новое словечко. Глэмпинг. То есть гламурный кэмпинг. Условия здесь совершенно не отшельнические. Никакого стресса для искушенного туриста с деньгами тут нет. Вау! Вот это да! Боже, я стою в рот в палатке. Добрый вечер, друзья! О, а это когда ко мне зайдет гость. Послушайте, ну это же потрясающе! Шатер из стопроцентного хлопка с водоотталкивающей пропиткой. Понимаете, дождь мне теперь нипочем. Пол из лиственничной доски тоже не промокает. Дизайнерская мебель, комфортная кровать и одеяло с подогревом. Очень великолепно. А свет есть электрического характера? Вау! На территории глэмпинга 10 таких палаток. И на эту ночь я арендовала себе весь лагерь. Полное уединение. Еще здесь есть бар и даже современный санузел. Как сейчас помню, возвращаемся с родаками в лагерь. Хочется искупаться после прогулки по лесу, а душ нагревается от солнечного света. А солнце давно ушло, а вода давно остыла. Посмотрим, как в глэмпинге дела с душем. Вот так. У нас есть диспенсер, я так понимаю, с шампунем. У нас есть мыло, у нас есть два варианта душа. У нас есть чистый поддон, шторка и вот эта шляпка. Я не знаю, для чего это, но я думаю, горбать понравится. Возьмем с собой. Все, поехали. Пока Маша готовится кормить комаров лесу, я решила поселиться в настоящем замке. В Калининградской области около 40 рыцарских замков. Наследие Восточной Пруссии. Однако после войны многие из них превратились в руины. После распада Союза, чтобы сберечь оставшиеся наследия, их начали отдавать в аренду с условием сохранения исторического облика. Так в замке Шакен иногда проводят рыцарские турниры. В замке Инстербург сейчас музей. А в замке Тепиау и вовсе региональная колония. А я сегодня решила остановиться в особенном. Вот оно, место моего ночлега на сегодня. Правда, неплохо для бюджетного туриста? Этим стенам 755 лет. Вы представляете, сколько они всего видели? По слухам, здесь даже останавливался сам русский император Петр I. Тук-тук. Есть кто? Слышу людей. Эй, здравствуйте. Здравствуйте. А сколько стоит переночевать у вас? Сегодня освободилась комната, номер 4. Если вас часы не смущают... Нет, ну это... Что тут такое? А что здесь? Ага. Тысяча рублей в сутки с натраком. Пашечка, покажи, пожалуйста. Хорошо. Пойдемте. Замок Вальдау некогда был летней резиденцией великого магистра Тевтонского ордена. Пережил и войну, и смену многих хозяев. А в 2012-м семья Сорокиных из Белгорода арендовала его и занялась восстановлением. Теперь здесь музей и хостел. Лестница, по которой вы поднимаетесь, это со временем прусского туалета. Получается, это самый лучший сохранившийся объект в этом здании. Ага. А ты еще и экскурсию ведешь, да, Павел? Да, иногда. Это комната моя, да? Это моя спальня. Супер. Вот здесь вот туалет. С ванной, с раковиной. Ничего себе условия в замке. Да тут можно остаться жить. В ваше проживание еще уходит экскурсия в подвал. Ее вам проведет мой брат. Его зовут Савелий. С огромным удовольствием. Спасибо тебе, Павел, огромное. Пожалуйста. А меня ждет экскурсия к собственному пляжу возле Глэмпинга. Вот это вид! Просто невозможная красота. Этот белый песок. Километры пляжа в одну и в другую сторону. Горизонт, солнце, боже. А тепленькая. Я хочу быть в клипе. Этот пляж ходит в десятку лучших пляжей России. И находится в 50 метрах от моей палатки. Как же тут красиво в России. Клип окончен. И здесь лакшери условия для повелительницы золотой карты никто не отменял. У меня на пляже есть целая кровать. Чикс. О! Спасибо большое. Ну что, ребята, готовы к экскурсии в подземелье таинственного замка? Говорят, в этом подвале ходит призрак повешенной девушки знатного рода, который отец не разрешил выйти замуж за любимого. Этот миф давно устарел. Дело в том, что подвалы замка Вальдау никогда не использовались для никаких казней. Здесь работал лекарь в этой части, хранили еду примерно здесь. И в той части хранили вино. Это жирковато, на который перемалывали зерно в муку. А это соль. Вот это? Муку очень часто перетирали в подвале, ведь мелкие частицы очень быстро воспламеняются при дрении. И поэтому пытались перетирать в самых холодных и влажных местах. Про бочку. Вот эта вот часть оказалась самая-самая интересная и нужная. Ведь здесь были виноградные грузи, это обозначало то, что бочка под вино. И герб Вальдау, это обозначало то, что вино, которое содержалось в бочке, было произведено во льдау, и бочка хранилась во льда. Савелий, а кино у вас тут снимали? Нет, пока нет. Режиссеры, вы где ходите? А у меня в палаточном городке своя развлекательная программа. Вы думаете, песни возле костра под гитару? А вот и нет. Наконец-таки природа стала готова к моему явлению. Прекрасный стол, сервировка, салфеточки, тарталетки, белое вино и джаз. Вот это я правильно зашла. Может, вы ко мне пристаете прямо с утра? Что поняла? Идем. Идем быть богатыми. Доброе утро. Ничего себе, какая у вас тут красота. Вы так завтракаете? Да. Возьмите меня к себе в семью, друзья. Ничего себе. С удовольствием. Доброе утро. Доброе утро. Ну куда ж без папы. Тирменная наша спаржа. Семья Сорокина в замке Вальдау на 12 гектарах земли выращивает собственный сорт спаржи. Вальдау. И она настолько хороша, что ее поставляют даже в столичные рестораны. Боже, а это очень вкусно. Спаржа – это дар замка нам, когда мы начали. Нашли мы здесь сокровище или нет. Ну, в принципе, вот сокровище, которое мы здесь нашли. Пошел второй день, как я в этом непроходимом дремучем лесу практически уже одичала. Питаюсь кореньями. Вчера я шла по лесу, и у меня пропал ЛТЕ. Я не смогла сделать селфи, не смогла сделать сториз. О! Доброе утро. Приятного аппетита. А чем же это вы меня так порадуете? Типичный завтрак палаточного жителя. Сыры с соусом клементин, дыня с прошутто, груша с сыром горгонзола, инжир и авокадо с запеченным перепелиным яйцом. Вообще, очень аскетично себя веду. Условия прямо приближены к спартанским. Ой, обманываю, у меня же золотая карта. Какие там спартанцы. Очень хорошо. Напоминает детство, когда у бабушки на даче я ела молоко с крошками на завтрак. Практически тоже самое. Кто бы мог подумать, что завтрак в палаточном городке может быть настолько шикарным. Этот день я решила провести в одном из самых знаменитых балтийских курортов Калининградской области. отправляюсь в Зеленоградск. От замка Вальдау можно добраться на автобусе с пересадкой в Калининграде. Ехать мне где-то час. Посмотрите пока, как там дела у Маши. Так, дела не очень. Начался сильнейший ливень. Но это не помешает мне перед отъездом из Глэймбинга оставить здесь сюрприз. А теперь самое интересное. Закапываю 100 долларов. Бутылка закопана в лесу недалеко от Глэймбинга. Точнее объяснить сложно, поэтому помогу вам геолокацией. А мне с погодой везет. И я уже в городе-курорте. Зеленоградск. Местные говорят, что все дороги Зеленоградска ведут на променад. Стоит лишь только идти на шум моря. Вот я и иду. Кранц. Так называли раньше Зеленоградск. Его всегда любила элита. Тут отдыхали художники, поэты и власть имущие. Да и сейчас в сезон здесь бывает очень много туристов. Только сегодня это одно из самых бюджетных курортов области. А мне, чтобы полюбоваться красотой Балтийского моря, даже и платить не нужно. А я вот решила приплатить, чтобы на себе испытать одно из самых популярных экстремальных развлечений области. Вчера я уже опустилась на самое дно. А сегодня я вас парю в небеса. На параплане. Самом популярном экстремальном развлечении Калининграда. Парапланиристы используют потоки воздуха, чтобы парить в небе на вот таком крыле. И выделывать всякие разные трюки. Совершенно новый для меня опыт. И хоть этот вид воздухоплавания считается одним из самых безопасных, переживаю я сильно. Нам надо будет бежать. Бежать как на стометровке, очень быстро, высоко поднимая ноги. Я готова? Конечно нет. Ну ладно. Наше знакомство будет коротким, но ярким. Мы готовы? Антоша. Дай маме. Мне даже на земле уже не сильно нравится. Что же будет дальше? Оказывается, Зеленоград практически российская столица кошек. Они являются неофициальным символом города. И об этом говорит здесь все. Видите, даже светофор с их силуэтом. А еще здесь есть памятник зеленоградским котам. И даже посвященный музей Мурарио с большой арт-коллекцией кошек. В старой 40-метровой водонапорной башне. Настоящий замок с котами. Какая-то просто кошачья котомания. В Зеленоградске даже праздник есть кошачий. Так и называется День кота. Это вы представляете масштабы кошачьей любви. Ни в одном российском городе не заботятся о котах так, как здесь. Тут даже есть специальный человек с официальной должностью. Кота-шеф. Светлана, здравствуйте. Меня зовут Маша. Очень приятно. А что это за профессия такая, кота-шеф? Человек, который ухаживает за котами. Для этой работы у нее есть даже своя форма. А на пиджаке неофициальная эмблема зеленоградска. Кот, сидящий под фонарем. И ежедневно Светлана кормит около 65-ти городских котиков. Я бы тоже хотела покормить кошек, но только вот у меня нет такой элегантной формы. Можно мне? Ну, у вас шляпа есть, как и у меня. Отлично. Все. Оп. Пойдем кормить котов. Пойдемте. Пошли. Так, котики, я побежала. Мяу, 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 мяу. А мне сейчас совсем не до умиления. Я готова подняться над повседневностью метров так на 600. Ну, как готова. Смотри, сейчас машина натянет трос. Я говорю, побежали, бежишь на трос. Очень высоко поднимаешься. Я плохо бегаю. Слега, мы готовы. Господи, боже ты мой. Я что на... Садись. Я не знаю, как. Забежать, залезать. О, тихо, тихо, рулят красной. Простите. И вот тут, ребята, мне стало по-настоящему страшно. Как никогда. Можно уже все. Я наигралась. А-а-а. Очень хочется вниз. Я заслачу вас. Пожалуйста. Макс, готовься к концертке. А-а-а. Тихо, тихо, тихо. Спахнули. Вот так опытным путем я узнала, что катастрофически боюсь высоты. И никакие пейзажи не спасают. У нас все под контролем. Ладно, ладно. Давай споем. Не хочу. Какие песни. Я дышать еле могу. Давайте на снижение. Наигралась Маша в полеты. Хватит. Я уже, наверное, как джокер выгляжу. У меня вся тушь поплыла. Вылезаем. Не могу. Повисай, повисай. Готовимся встретить землю. Не хочу. А что делать на доме? А-а-а. Что я могу вам сказать? Если не боитесь высоты, ну попробуйте. Там наверху, говорят, было красиво. А я решила выбрать менее экстремальные забавы. Под Зеленоградском находится уникальная деревня викингам. Сегодня здесь проходит ежегодный международный фестиваль исторической реконструкции Кауп. В переводе с древнескандинавского Кауп означает торг. В эпоху викингов именно так выглядел древний прусский торгово-ремесленный центр. Пойдемте посмотрим. Спустя почти тысячу лет деревни Кауп решили дать новые дыхания. Теперь здесь каждый может проникнуться духом в Средневековье. Все детали архитектуры, быта и одежды посозданы по археологическим документам и находкам. Ежегодно сюда приезжают около 700 человек со всей России. Ну что, смотрите. Харчебня, юный викинг, большое листалище. Поможешь, может быть, вам? Здравствуйте. А вы что, настоящий викинг? Конечно. Как здорово. Вы попались на моем пути. А что мне посмотреть в первую очередь? Я немножко запуталась. Поселение. Надо срочно в поселение. Но в поселение викингов не так-то просто попасть. Нужно пройти испытания на ловкость и скорость. Давай. Внимание. Марш. Походу, походу, мне не выиграть. Спокойно. Да, я победила. Ладно, дружба, дружба. Победила дружба викингов. Первое испытание пройдено. Но чтобы точно стать своей в тусовке викингов, мне нужно преобразиться. Ну и кого же остановит какой-то там приступ на высоте? Желание экстрима продолжает теплиться в моей душе. И сейчас я отправлюсь правильно в воду. Уху! Ну смотрите, да? В воде мне понравилось, на парашюте не очень. Черемяк. И мы получаем идеальный сомбиоз воды, полета и меня красивой на флайборде. Флайборд. Полеты на доске, приводимые в движение реактивной силой водной струи. Этот вид развлечения был придуман в 2005 году французским любителем экстрима Фрэнком Запата. Вот и я тоже так сейчас буду. Вы как бабочка, как враг Супермена летаете. Оказывается, что это элементарная задача. Элементарная ли? На самом деле это просто, это не сложно. Даже у тебя это получится. Да. Я тоже хочу выглядеть как суперопасный враг с этого Спайдермена, потому что это действительно эффектно. Иди переодевайся. Дмитрий – лучший инструктор в области. Известен тем, что поставил на флайборд даже 78-летнюю бабушку. Так что у меня есть все шансы. Погружение, скажу я вам, не из грациозных. Спасибо, телепередача. Ой, как холодно. Смотри! А вы что, включите мотор? Подождите, я не намерена. Главное правило – после каждого падения встать с живота. Опа, стою. Недолго, правда, невысоко. Но прошло всего 6 минут. Я же говорила, говорила, что смогу. Короче, запомните лайфхак. Чтобы летать так же грациозно, нужно просто удерживать баланс в воздухе. Не заваливаться вперед или назад. Почти как на велосипеде. Это ультра-круто. Такое не забывается. Я думаю, что в следующем году я обкатаю программу по городам. Флайборд и я. Я покажу различные трюки. Спою пару песен в воздухе. Покажу фокусы. Приходите. А у меня начинается погружение в культуру викингов. Итак, что же должен был уметь делать каждый викинг? В данном случае – девушка-викинг. Ковать железо пока горячо. Чеканить денежки на случай экономического кризиса. Замочить врага. Тянуть канат на себя. Это точно не мое занятие. Каждый викинг должен уметь работать на гончарном круге. И, конечно, каждый викинг должен уметь пировать победу. Смерти нет! Смерти нет! Смерти нет! Смерти нет! Мы только за жизнь. За хорошую жизнь в Калининграде. Я уже вернулась в город, чтобы спрятать для вас последние 100 долларов в этой программе. Кругом все пытаются увидеть наше тайное место, потому что мы в самом центре Калининграда. Кафедральный собор, лестница. Река. И вот в этой дырке между ступеньками я и оставлю бутылку со 100 долларами. А ориентиры оставлю на экране. Русская Балтика оказалась самым экстремальным курортом в нашем путешествии. Да! Я победила! Можно уже все! Я наигралась! И не важно, какой у вас бюджет. Здесь за любые деньги отдохнуть можно на миллион. Машка, привет! Машулечка, привет! Привет! Как я рад тебя видеть! Ты отлично выглядишь! Отдохнула? Нет, Маша, я зачем-то как жадина купила себе полный комплект экстремальных услуг. Я опускалась на дно, поднималась в небо, чуть не умерла пару раз, но добыла тебя солнечный камень прямо с одного. Спасибо! А что здесь происходит? Почему столько людей? Это знаменитый фестиваль «Пейерверка». Сейчас ты увидишь потрясающий салют в твою челюсть! Калининград, спасибо! Было круто! Мы вернемся обязательно еще! Салют! Машка, спасибо! Это был «Орел и решка». До встречи! Продолжение следует...